Тема вебинара «Решение расчетных задач по неорганической химии. Часть 2» проведет вебинар Владимир Николаевич Даровнен, кандидат химических наук, автор пособий нашего издательства. Материалы, это презентация, видеозапись, будут размещены сегодня на нашем сайте по завершении вебинара. Сертификаты участника в электронном виде отправляются автоматически на вашу электронную почту, также по завершении вебинара. Уважаемые коллеги, обращаю ваше внимание на корректное заполнение анкеты при входе на вебинар. Дело в том, что данные для ваших сертификатов берутся, автоматически подтягиваются из этой анкеты. И все, что вы укажете в ней или наоборот в ней отобразите, то и отобразится в вашем сертификате. Особое внимание уделите написанию адреса электронной почты, потому что при наличии хотя бы одной опечатки в ней, как вы понимаете, сертификат своего хозяина не найдет. Если у вас будут возникать вопросы к лектору, надеюсь, вы будете активными слушателями, пожалуйста, адресуйте их в чат. Ну, а я вижу, что Владимир Николаевич с нами уже на связи, поэтому передаю ему слово. Спасибо, Лариса Викторовна. Я уже еле-еле держусь. Волнуюсь очень сильно. Коллеги, добрый день. Рад вас приветствовать на нашей образовательной площадке. Тема нашего сегодняшнего вебинара. Это вторая часть вопроса решения задач по неорганической химии. Вторая часть решения задач высокого уровня сложности. Значит, как обычно, тема. После этого, как обычно, показываю книжки, которые мы рекомендуем для подготовки к экзамену, издачи ЕГЭ и другим контрольным работам, а также и для обучающих моментов. Вот вы их все увидели. Коллеги, напоминаю вам, что вопрос 33 имеет следующую формулировку. Расчеты с очень общей формулировкой, которая позволяет в эту формулировку вложить почти любые задачи, почти любого уровня сложности. Единственное, можно точно быть уверенными, что будут использованы только задачи на уравнение, которые мы с вами изучаем в школьном курсе химии. То есть неожиданности в этом отношении быть не должно. Напоминаю вам, что так как на прошлом занятии мы с вами эту картиночку смотрели, что все расчетные задачи, на самом деле, коллеги, можно разделить на гораздо большее число вариантов. Можно считать задачу, отдельно выделить тип на процентное элементное содержание, на процентное содержание вещества в растворе, на приготовление растворов. То есть их очень много. Но расчетные задачи, вот мне удобно для работы нашей, разделить было на две группы. Расчет по цепочке последовательных превращений. То есть от одного вещества получается второе, третье. Пусть даже там будет очень-очень сильно запутано. Но тем не менее все его реакции протекают как-то последовательно. Это вот техника расчета, материальный баланс, тип соли, задачи на обратное тетрование. Это тоже целая группа задач на обратное тетрование. Но они все сравнительно, ну легко укладываются в логику. И расчет по параллельно протекающим превращениям. Ну среди этих расчетов это будут смеси веществ, это частичное разложение, это расчет по двум или по двум уравнениям реакций, которые протекают одновременно. Например, раствор реакции по электролизу. И сегодня я попытаюсь рассказать вот семь задач, которые подготовлены в эту презентацию у нас. Значит, правда, Валентина Александровна Февралева сегодня читала, перечитывала, проверяла презентацию. И она сказала, твои слушатели столько не выдержат. В лучшем случае они нормально выдержат тебя три-три с половиной задачи. Коллеги, вот будем исходить, что мои слушатели гораздо лучше, чем рассчитывала Валентина Александровна, что мы с вами все-таки продержимся в этих задачах. И я напоминаю коллеге, что я буду рассказывать в основном логику решения задач, способы поиска решения этих задач. И только в самом крайнем случае расчеты никакие, ну то есть я их буду показывать, но выполнять, просить вас выполнять эти задачи я не буду. Ну так как обычно. Начинаем решать первую задачку. Значит, этапы решения любой расчетной задачи по химии. Это прежде всего анализ условий. В анализе условия нужно написать уравнение реакций. Для этого мы разбиваем условия на смысловые какие-то небольшие фрагменты. Одно предложение, может полтора предложения, может даже неполное предложение. Выделяем в этих фрагментах только те слова, которые относятся к химии. Например, 10% раствор серной кислоты прореагировал с 5% раствором хлорида бария. Меня здесь не интересуют проценты. Меня интересует, что серная кислота H2SO4 плюс барий хлор 2. После того, как я написал все уравнения реакций, я должен осознать, ради чего я решаю задачу. То есть что я должен найти. Понять главный вопрос задачи. Главный вопрос – это количество какого вещества является ключевым для решения. То есть что я должен найти. Есть почему. Если я найду количество искомого вещества, то я дальше смогу произвести любые вычисления с этим количеством. После этого построить логические связи. То есть понять последовательность взаимосвязи. Каким образом из исходных веществ мы можем, используя исходные вещества, и какие-либо цифры, приведенные в условии, мы можем добраться до искомого количества вещества. То есть найти главный вопрос задачи. Коллеги, и когда мы будем после этого составить план решения задачи, то есть определить для себя, в какой последовательности я буду проводить расчет. И при этом, когда я буду составлять план решения задачи, я должен постараться увидеть, и даже когда делал еще логику решения, должен увидеть, какие приведенные в условии цифры, значения, величины, позволяют мне производить химические расчеты. Ну и после этого самый несложный кусочек уже будет. Это произвести расчет, и это совершенно простой отрезок. И, наконец, переходим к первой задачке. Задачка эта была, именно в этой формулировке, коллеги, я все задачи, которые сегодня приводятся, я скачал из интернета. Значит, в этом году у нас было 29, кажется, ЕГЭ мы писали. Значит, 29 ночью или 30 утром. Я их скачал из интернета. После этого решал, то есть это все тексты, которые опубликовали дети. Смесь оксида натрия и оксида фосфора 5, в которой соотношение числа атомов фосфора к числу атомов натрия равно 7,18, нагрели и растворили в горячей воде. В результате получили 312,5 граммов раствора, в котором массовая доля атомов водорода равна 7,36%. Определите массу фосфата натрия в полученном растворе. Ну, как обычно, формализую условия, коллеги. Смотрите, поскольку я не знаю состав раствора, то я написал масса раствора, в скобочках оставил. Я не знаю эти вещества. Формулу этих веществ я пока не знаю. Теперь начинаем проводить анализ, то есть разбиваем условия, вначале химическую часть решения задачи. Первый фрагмент. Смесь оксида натрия и оксида фосфора 5, в которой соотношение числа атомов водорода к числу атомов натрия равно 7,18, нагрели. Вы видите, я специально здесь и жирным шрифтом, и цветом выделил те слова, которые относятся к химическому превращению. Если я буду нагревать натрий 2О и П2О5, то я обязан получить среднюю соль натрий-3, ПО4. Что я знаю дальше? Нагрели и растворили в горячей воде. Теперь произойдут, возможно, два варианта протекания этой реакции. Если окажется, что в этой смеси натрий-2О был в избытке, то оксид натрия будет реагировать с водой с образованием едкого натра и никаких дальнейших превращений между гидроксидом натрия и натрия-3, ПО4 произойти просто не может. Но если П2О5 окажется в избытке, то в горячей воде П2О5 превращается в фосфорную кислоту уравнения 2, после чего фосфорная кислота может реагировать с собственной солью с образованием кислой соли. Поскольку мне сказано в условии, что определить массу фосфата натрия в полученном растворе, я делаю вывод, что уравнения дальше до образования диагидрофосфата протекать не будет. То есть мои уравнения реакции, вот сейчас вы видите их все на доске. Вот как обычно, коллеги, условия и уравнения реакции сведены. Третий фрагмент в нашем тексте. В результате получили 312,5 граммов раствора, в котором массовая доля атомов подорода равна вот этой величине. Химических превращений здесь, коллеги, нет. Главный вопрос моей задачи, теперь переходим, раз уравнение есть, это количество натрий-3ПО4. Но я дописал специально после всех реакций. Пытаюсь построить логические цепочки. Натрий-3ПО4 связан у нас с оксидом натрия, первое уравнение, и оксидом пятивалентного фосфора. С другой стороны, натрий-3ПО4, который остался, связан у меня с тем натрий-3ПО4, который получился по уравнению 1, и с фосфорной кислотой, если она каким-либо образом появилась в растворе. И, наконец, фосфорная кислота в растворе будет связана с оксидом пятивалентного фосфора. Вот логические связи, коллеги, как связаны наши вещества. Теперь я буду составлять план решения задачи. Когда буду составлять план решения задачи? Коллеги, я предполагаю, что, ну, в большинстве случаев, что такие простые вещи, как атомная, малярная масса, процентная концентрация, масса чистого вещества, количество вещества. Ну, то, что вы умеете это делать, безусловно, что наши с вами дети этому научились, и мы разговариваем с ними теперь уже на одном языке. Поэтому первый этап задачи. Я должен установить количественный состав смеси. То есть должен найти, сколько у меня было оксида натрия, П2О5. Поскольку были два вещества, то эта задача называется задача на смеси. После этого по первому уравнению найти фосфат натрия. По уравнению 2А найти фосфорную кислоту, если П2О5 окажется в избытке. И, наконец, по уравнению 3 найти, сколько осталось, количество оставшегося фосфата натрия. То есть это относится к типу задач, задача на тип соли, точно такие, как мы вчера, не вчера, а... У меня вчера, это прошлое занятие. Короче. Так. Теперь начинаем работать, коллеги. Извините, я... Определяем состав смеси. Вы помните, что наиболее удобным способом решения задачи на смеси это составить систему уравнений. Какие величины я могу использовать для составления этой системы? У меня здесь два числовые значения. Отношение числа атомов фосфора к числу атомов натрия и массовая доля атомов водорода в полученном растворе. Начинаем разбираться. Значит, вот они у меня написаны. Пусть у меня в смеси было х моли натрия 2у, у моли П2О5. Тогда масса натрия 2у равна 62х граммов, малярная масса на количество, П2О5 – 142у грамм. Как я буду вычислять число атомов? Вот здесь страшная цифра, отношение числа атомов фосфора к числу атомов натрия. На основании закона сохранения массы мы записываем вот такие вот, коллеги, уравнения. Если я на него посмотрю, натрий 2у у меня было х моль, то тогда натрия должно образоваться 2х и кислорода х. Если бы 2у5 было у, то фосфора будет 2у и кислорода будет 5у. Тогда отношение числа атомов фосфора, фосфора у меня 2х, 2у, к числу атомов натрия 2х равно 7 к 18. Ну, если мы это уравнение немножечко преобразуем, получается, что 18у равняется 7х. И вот это уравнение у меня будет первым уравнением в системе, для решения системы уравнений. Второе, значит, вторую величину, откуда мы, как мы можем найти. Находим массовую долю водорода в растворе. Водород у нас в растворе находил, из тех веществ, которые участвовали в реакции, входил только в состав воды. Поэтому я найду сейчас массу воды. Масса воды равняется, масса раствора, она мне дана, минус масса натрий 2о минус масса П2о5. То есть в составе 312,5 минус 62х минус 142у грамма. Количество воды, массу воды делим на 18 граммов на моль и получаем вот такое количество воды. Число атомов водорода, количество атомов водорода в 2 раза больше, чем количество воды. Составит вот такую величину. Значит, я умножил 2 на 18, получилась вот такая величина. Тогда масса атомов водорода составит вот столько. И массовая доля атомов водорода будет масса атомов водорода на массу раствора. 312,5 минус 62х минус 142у деленное на 9. Это масса всех атомов водорода в растворе. Разделить на массу раствора на 312,5. И все это должно равняться 730,6 тысячам. Следующим шагом мы составляем и решаем систему уравнений. Но решать я ее, естественно, не буду, коллеги. После того, как я ее составил и решаю ее, у равняется 0,35 моль оксида фосфора, а х равняется 0,09 моль оксида натрия. Зная состав смеси, теперь я могу переходить к каким-то расчетам. Будем решать, переходим к расчетам по уравнениям 1, 2а и 3. По первому уравнению имеется 0,35 моль П2О5. Прореагирует 0,09 умножить на 1, разделить на 3. 0,3 моль П2О5 и останется 0,05 моль. Натрий 3ПО4 получится тогда 0,6 моль. Раз П2О5 осталось, то по уравнению 2а мы находим количество образовавшейся фосфорной кислоты. Из 0,05 моль мы получим 0,1 моль фосфорной кислоты. И теперь переходим к шестому пункту. Начинаем решать задачу на тип соли. Натрий 3ПО4 реагирует с фосфорной кислотой. Имеется 0,06 моль натрий 3ПО4 мы только что нашли. Прореагирует 2 умножить на 1,10 на фосфорную кислоту делить на 1. 0,2 моль фосфорной кислоты и останется 0,4 моль фосфата натрия. Масса его составит 65,6 грамма. 65,6 грамма. Вопросы, коллеги, пожалуйста. Если есть. Задача, конечно, очень тяжелая, коллеги. Тут спору нет. Задача невероятна. По моим понятиям это беспредельно сложная задача. Но тем не менее все-таки есть дети, которые с этой задачей справляются, коллеги. Переходим ко второй. Раз вопросов не было, то переходим ко второй задачи. Вторую задачу. Через раствор сульфата цинка пропускали электрический ток до тех пор, пока объем газа, выделившийся на католе, не стал равен объему газа, выделившемуся на аноге. При этом массовая доля сульфата цинка понизилась до 10,3%. К раствору добавили раствор карбоната натрия, вычислить пассовую долю сульфата цинка в полученном растворе. Ну, как обычно, коллеги, вы видите, формализовали условия. Поскольку я не знаю, какие газы выделяются на катоде и аноде, я записал их вот в таком виде, ну, вы видите, это один из фокусов. Почему так можно писать? Да, в принципе, и на уроке так можно писать. Оценку за то, как я записал данную, мне не ставят на ЕГЭ. Не ставят оценку за правильно решенную задачу. И начинаем теперь анализировать условия. Первый фрагмент у нас. Через раствор сульфата цинка пропускали электрический ток, пока газ на катоде не равен газу на аноде. При электролизе сульфата цинка протекает, цинк находится между водородом и медью, поэтому при электролизе протекают две параллельные реакции на катоде. На катоде происходит восстановление цинка по уравнению 1 и на катоде же происходит восстановление воды по уравнению 2. Поэтому на катоде у меня будет выделяться водород, а на аноде будет выделяться кислород, но как по реакции 1, так и по реакции 2. То есть суммарное количество кислорода я буду учитывать. При этом массовая доля, второй фрагмент, массовая доля сульфата цинка понизилась до 10,3%. Химических реакций здесь нет. К полученному раствору, раствор мой состоит из сульфата цинка и серной кислоты, я вот показываю здесь, добавили карбонат натрия. Возможно протекание двух реакций. Вначале будет протекать реакция между серной кислотой и карбонатом натрия с выделением углекислого газа. А если карбонат натрия будет в избытке, то возможно взаимодействие, образование карбоната цинка, ну и удаление из раствора немножко некоторого количества сульфата цинка. То есть ожидаю, что здесь будет 4 уравнения реакции могут быть. Ну и теперь главный вопрос моей задачи. Главный вопрос моей задачи. Количество сульфата цинка, которое останется после всех реакций, либо после, ну то есть после реакций 3 и 4. Логические связи. Цинк, сульфат цинка, по первому уравнению у меня расходовался. Поэтому тот сульфат цинка, который остался по уравнению 1, связан у меня вот с этим кислородом и с выделившейся, разложившейся водой. Сульфат цинка, который остался по уравнению 4, связан с сульфатом цинка, оставшимся в уравнении 1 и карбонатом натрия, если он останется в избытке по уравнению 4. И, наконец, карбонат натрия связан с серной кислотой. Серная кислота образовалась по уравнению 1 и количеством добавленного натрия 2, СО3 по уравнению 3. Теперь план решения задачи. План решения. Прежде всего, нужно найти количество оставшегося сульфата цинка по уравнению 1. Это задача на параллельные реакции, которые протекают по уравнению 1 и 2. Затем найти избыток карбоната натрия по уравнению 3. После этого проверить избыток сульфата цинка по уравнению 4. А затем искать массовую долю сульфата цинка в образовавшемся и в конечном растворе. Находим количество, как мы будем искать теперь, реализовывать этот намеченный план, коллеги. Для расчета мне придется, можно использовать к сульфату цинка. Имеют отношение две величины. Первое. Объем газа на катоде равняется объему газа на аноде. То есть, посмотрев на уравнение реакции, объем водорода, который выделился по уравнению 2, равен сумме объема кислорода по уравнению 1 плюс объема кислорода по уравнению 2. Второе уравнение. Массовая доля сульфата цинка после электролиза равняется 103 тысячным. Где масса цинка после реакции, это будет масса цинка до реакции минус масса сульфата цинка, которая подверглась электролизу. И масса раствора сульфата цинка после электролиза будет складываться из массы исходного раствора сульфата цинка 520 грамм, минус масса цинка, который выделился по уравнению 1, минус масса кислорода, который выделился по уравнению 1 и минус масса воды, которая подверглась электролизу по уравнению 2. Теперь пытаемся производить расчеты. Пусть прореагировала х-моль сульфата цинка по уравнению 1 и у-моль воды по уравнению 2. Тогда, коллеги, вот этот прием, который я сейчас показываю, ну, большинство из вас им, наверное, пользуются, но кому-то, может быть, окажется и полезным. Вот все обозначенные величины переписываю над уравнением, совершенно не стесняясь того, что меня кто-то обвинит, что я не пользуюсь какими-то устаревшими методами решения, что-то, разговоры бывают всякие. Если я написал над сульфатом цинка х-моль, которые мне даны, то я точно вижу здесь, что цинка выделится х-моль, кислорода образуется х умножить на 1 делить на 2 полу х-моль и серной кислоты у меня выделится, здесь должно было выделиться х-моль, это опечатка, это коллегия опечатка, должно было выделиться х-моль. Теперь я знаю, что мне нужно знать, что масса сульфата цинка, смотря, посмотрел на это уравнение, которое прореагирует по уравнению 1, 161 х грамма, масса цинка 65 х грамма, масса кислорода по этому уравнению 0,5 х умножить на 32, 16 х грамма, и объем кислорода, который у меня выделится, составит 11,2 литра. Тогда масса серной кислоты составит 196 х грамма. Теперь по уравнению 2. Если воды обозначили мы у-моль, то водорода у меня выделится у-моль, а кислорода выделится полу-у. Тогда масса разложившейся воды составится 18 у, объем водорода 22,4 у литра. Объем кислорода 11,2 литра. И тогда масса цинка СО4 по уравнению исходного была 83,72 грамма, что составляло 52,1 моль. Массовая доля умножить на массу раствора. И теперь мы составляем и решаем систему уравнений. Первое уравнение у нас пошло по объему газа. Объем газа на катоде равняется объему газа на аноде. А второе уравнение по массовой доле сульфата цинка в полученном после электролиза растворе. Вот если ее решить, то получается, что сульфата цинка прореагировала 0,2 моль, и воды прореагировала тоже 0,2 моль. Возвращаюсь к тому уравнению, которое у меня было. Но я просто показываю. Если я теперь вместо Х напишу здесь 0,2 моль, то воды у меня выделится 0,2 моль. Цинка образуется 0,2 моль. Кислорода 0,1 моль. И серные кислоты образуются тоже 0,2 моль. Тогда цинк СО4 прореагировал 32,2 грамма. Цинка образовалась. Я просто к тем цифрам, которые были, дописываю уже результаты расчетов. 13 граммов. Кислорода выделилась 3,2 грамма. И воды по уравнению 2 подверглась электролизу 3,6 грамма. И теперь переходим к расчетам по уравнению 3,4. Значит, прежде всего нашел количество карбоната натрия. Оно составило 0,2 моль. Стандартная схема. Массовая доля на массу раствора. Масса вещества разделить на малярную массу. После этого также точно подписал все нужные мне цифры. И я вижу, что вещество 0,2 делить на 1 – это грубая проверка на избыток недостаток отношения количества вещества к его коэффициенту. И делаю вывод. Вещества серная кислота и карбонат натрия находятся в эквивалентных количествах и прореагируют полностью, без остатка. То есть, по уравнению 4, сульфацинка реагировать не будет. Мне теперь необходимо найти только количество выделившегося углекислого газа. Его будет составить, вы видите, 8,8 граммов. Коллеги, я сейчас сразу отвечу Елене Ивановне Кобытевой. Извините, Кобытевой, извините, коллега. Значит, некультурно подразумевать количество смеси. Говорить о количестве вещества смеси, ну вот мне, например, кажется, что-то не совсем прилично. Количество вещества мы все-таки на олимпиадных задачах, на каких-то, может быть, я там и могу позволить. А здесь говорить о том, что количество вещества напрямую связано с объемом смеси и так дальше, недопустимо, коллеги. Нужно вначале найти эти объемы все-таки. Пусть это будет всего одна копеечная, ну такая вот, с вашей точки зрения, усложняющий момент. А мне, конечно, что он добавляет строгости. Ну и, наконец, последнее. Теперь будем искать массовую долю сульфата цинка в полученном. Владимир Николаевич, я немножко задержу вас. Здесь есть вопрос к предыдущему слайду. А можно написать суммарное уравнение о параллельных процессах, проходящих при электролизе? Коллеги, я могу, наверное, в принципе, да, я напишу такое уравнение, тогда там исчезает цифра 2. Исчезают двойки в уравнении, его написать можно. Но поможет ли это вам в решении задачи? Понимаете? Мы, ну вот почему я уговариваю, показываю вам именно эти приемы решения. Если, ну всякое сложное явление, мы постараемся разделить на какие-то, ну элементарные действия, элементарные акты, ну простейшие действия. Ну, например, для того, чтобы я утром пошел на работу, я должен что сделать? Встать, сходить в туалет, почистить зубы, сделать зарядку, побриться, покушать, одеться, взять приготовленные вещи и пойти туда. Да, я могу сказать одним словом, что я утром встал и ушел из дома на работу. Да, это все и заняло у меня это все 15, ну там скажем 30-40 минут условно. Но, если пойдет речь о том, где я могу сэкономить это время, на что оно потрачено, каким образом я это все осуществлял, то для меня суммарный итоговый процесс может быть окажется и не очень удачным. Вот когда-то, ну сейчас я уже потерял связь с научной работой, а когда-то были в значительной моде, в середине 60-х, в начале 70-х годов были в моде такие расчеты, назывались черный ящик. То есть расчеты по черному ящику. Вот я загрузил в какую-то систему, в какие-то исходные вещества, данные, и на выходе получил какие-то результаты. И как я эти результаты получал, через какие промежуточные стадии расчетчика, то есть машину, в которую я заложил такую программу, это не интересовало. Потому что главным было добиться качественного, хорошего выхода там продукта реакции. Это был очень продуктивный способ проведения расчета. Но если мы начнем пытаться вносить какие-то изменения, такие технологии, то для того, чтобы внести изменения, я должен понимать, что делает тот или другой мой элемент. Вот, например, вы все знаете диаграммы состояния. И вы знаете, что если диаграммы состояния, ну, например, сплавов, стали. И если я внесу какое-то изменение, то я по диаграмме состояния могу передвинуться к более прочному соединению, к менее прочному, изменить состав раствора, вызвать образование эфтектического раствора, добавив какое-то дополнительное вещество. Так вот, суммарный процесс, ну, мне кажется, не очень здесь. Ну, хотя попробуйте, коллега, вот вы задали вопрос, попытайтесь посчитать. Если получится, ну, ради Христа считайте. Вот у меня дети всегда спрашивают в этих задачах, тут расчеты получаются, когда решаешь систему. Я привык, ну, с детства, вот, когда была еще логарифмическая линейка, все такие расчеты считать, ну, 3-4 цифры после запятой. То есть точность работы на логарифмической линейке. Они меня спрашивают, а можно я буду округлять до десятых? Коллеги, я отвечаю, я не знаю, я ни разу так грубо не округлял. Я всегда решаю 4 цифры после запятой и добираюсь до ответа. Ну, тем более, что сейчас, когда калькуляторы появились, это вообще не проблема. Владимир Николаевич, а вот в уравнении 4 не надо ли учесть гидролиз карбоната цинка и вместо него писать продукты его гидролиза? Ну, карбонат в уравнении 4 у меня вообще не будет, коллеги. У меня все ограничено на уравнении 3. На предыдущем слайде мы сказали, что серная кислота и карбонат натрия прореагируют без остатка, находятся в эквивалентных количествах. И поэтому по уравнению 4 реакция не протекает. Если бы у меня образовывался карбонат цинка, вы знаете, коллеги, он настолько малорастворимый оказывается, что вот уравнение гидролиза, вспомните, пожалуйста, если я беру некоторые другие соли, там, железные соли, хромовые соли, то мы пишем для них реакцию гидролиза. А здесь мы пишем, что сульфиды цинка образовался на дне, карбонат натрия, карбонат цинка, извините, оговорился, образовался в виде осадка. Ну, это соответствует химической стадии превращения. Ну и, наконец, окончательно все-таки возвращаюсь к этой задачке. Я показываю, как я считал массу третьего раствора. Это была масса исходного раствора цинка СО4, нулевое, минус масса цинка СО4. И составляет... А, вначале это была масса цинка СО4, а теперь раствор третий, нулевой, исходный раствор. Вместе с массой цинка минус кислород по уравнению 1, минус вода по уравнению 2, плюс раствор натрий-2-СО3 по уравнению 3, минус углекистый газ, который выделился. И в результате получили 703,4 грамма. Ну и ответ, вы видите, тогда окончательный ответ будет 7,32%. Почему сульфат натрия в осадке? Ну, коллеги, потому что я забыл, что все соли натрия хорошо растворены в воде. Ну, я отвечу, почему. Ну, забыл. Вот смотрели, сколько раз смотрели и не обратил на это внимания. Третий пример, коллеги. Это задача этого года, которая тоже, ну, я ее взял, естественно, тоже из интернета, из детских разговоров. Смесь хлорида в баре и хлорида алюминия растворили в воде. Полученный раствор разделили на 3 колбы. К 300 граммам раствора в первой колбе прилили раствор фосфата натрия, в результате всего все, чего все исходные вещества пореагировали полностью. К 120 граммам раствора во второй колбе добавили раствор сульфата натрия, при этом его массовая доля в конечном растворе в два раза меньше, чем была в исходном растворе, то есть составит 10%. Определите массовые доли веществ третьей колбы. Гидролизом солей пренебречь. Значит, мы с вами записывая формализуем условия, коллеги. Прежде всего, первый раствор у меня, он состоит, значит, как я готовил раствор, он включал в себя, раствора было 300 граммов, к этой же группе относится фосфат натрия со своей массовой долей. Это вот была первая реакция в первой колбу. Реакция во второй колбе. Раствора было 120 граммов, сульфата натрия было вот столько, потом станет 10%. И надо найти массовую долю хлорида бария и хлорида алюминия в третьей колбе. Начинаем анализ, коллеги. Разбираем условия на смысловые фрагменты. Первый фрагмент. Смесь хлорида в баре алюминия растворили в воде. Химических реакций, коллеги, здесь нет. То есть, мы получили раствор, а вы знаете, что я буду учитывать химическую реакцию в растворе только в том случае при растворе, если произойдет гидролиз с большой степенью превращения. Вторая, второй фрагмент. Полученный раствор разделили на три колбе. К раствору в первой колбе прилили фосфат натрия. В результате чего все исходные вещества прореагировали полностью. Вот, коллеги, уравнение первой реакции хлорида барея с фосфатом натрия и хлорида алюминия с фосфатом натрия. Поскольку это относилось к первой обработке, к первой колбе, я вот поставил здесь циферку 1, коллеги. Сейчас, секундочку. Второй фрагмент, нет, третий фрагмент. К раствору во второй колбе добавились раствор сульфата натрия. Во второй колбе у меня второй, вторая, вторая обработка. Хлорид барея реагирует с сульфатом натрия с образованием нерастворимого сульфата натрия и хлористого натрия. Хлорид алюминия с сульфатом натрия не реагирует. Теперь главный вопрос задачи. Главный вопрос задачи найти количество барий хлор 2 и алюминий хлор 3. Почему? Коллеги, концентрация вещества в любой части раствора всегда одинаковая. То есть массовая доля этих солей в первом растворе равна массовой доле во второй колбе, ну и естественно равна в третьей колбе. Поэтому для какой колбы я буду производить расчет, это не играет роли. Логическая связь. Барий хлор 2 связан с фосфорной кислотой, с фосфатом натрия уравнением 1 и с сульфатом натрия уравнением 3. Хлорид алюминия связан с фосфатом натрия уравнением 1, уравнением 2 говорился, и с сульфатом натрия уравнением 3. План решения задачи. Потом решу эту систему уравнений и найду количество барий-хлор-2 и алюминий-хлор-3 в первой колбе. После этого найду массовые доли этих элементов, первых веществ в первой колбе. Оно равно в первой колбе, в третьей колбе и во второй колбе. Начинаем работать с первой обработкой. Я специально написал по обработке 1. Пусть количество хлорида бария в первой обработке было х моль, а алюминий-хлор-3 было у моль. Тогда тем же приемом, который я пользовался, я записываю уравнение реакции. Если хлорида бария была х, то фосфата натрия будет х умножить на 2 разделить на 3 и фосфата бария образуется х моль. Если алюминия была у, то фосфата натрия была у, тогда будет и фосфата алюминия будет у моль. Вот этими рамочками, коллеги, обводочками, я показал, что эти вещества у меня будут в одной связке в системе уравнений, а вот эти вещества будут во второй связке в системе уравнений. Пусть, поскольку у нас было по первой обработке, продолжаем. Количество фосфата натрия было 1,1 моль, масса хлорида бария была 208х граммов, масса хлорида алюминия 133,5у граммов. Тогда, ну уже записывали мы, что фосфата натрия израсходована на барий 2,3х на алюминий у. И первое уравнение в системе будет х умножить на 2,3 плюс у равняется 1,1. Вот суммарное количество фосфата натрия. Теперь переходим на вторую обработку. Во второй обработке, коллеги, очень интересно. Что здесь интересно? Ну, прежде всего, находим количество сульфата натрия, массу сульфата натрия. Второе. Обратите внимание, что здесь был первый раствор весил 300 граммов, А второй раствор весил, имел массу 120 граммов. Поэтому я по пропорции нахожу, сколько барий хлор 2 и хлорида алюминия находилось во второй колбе. В 300 граммах содержалось х граммов хлорида бария, тогда в 120 будет содержаться 0,4х моль хлорида бария. Ну, соответственно, 0,4у моль хлорида алюминия. Теперь переходим к составлению второго уравнения в системе. Вы видите, коллеги, что в эту реакцию, если я запишу над уравнением опять 0,4х хлорида бария, значит, он прореагирует с 4,1х сульфата натрия. И в осадок выпадет 0,4х сульфата бария. Хлорид алюминия реагировать не будет. И тогда мы получаем с вами, коллеги, следующее уравнение в этой системе. Смотрите. Значит. По уравнению 3 мы прореагируем 0,4х моль, что составит 142 умножить на 0,4х граммов. 142 – это малярная масса сульфата. Тогда сульфата натрия осталась в растворе 31,122 минус 142 умножить на 0,4х. Бария Су-4 выпала в осадок 0,4х моль. Его масса составит 233 умножить на 0,4х. Масса второго раствора сульфата натрия во второй колбе будет равна масса второго раствора хлорида бария, то есть 120 граммов, плюс масса добавленного раствора сульфата натрия, 155,61, минус сульфат бария, который выделился в осадок. Тогда у нас дано, что вторая концентрация сульфата натрия – 0,1 моль. Одна десятая моль будет равняться масса сульфата натрия, который остался, вот мы ее здесь только что считали, разделить на массу вот этого полученного раствора. Коллеги. И теперь перехожу к составлению системы уравнений. Значит, первое уравнение мы составили по фосфату натрия. Вы видите, х умножить на две трети плюс у равно одной десятой. И второе уравнение у нас получилось составленное по сульфату натрия. В этом уравнении вообще отсутствует величина у, потому что хлорид алюминия не реагировал. Тогда, когда мы решаем эту систему, хлорида алюминия в первой колбе было 0,05 моль, и хлорида бария была 0,75 моль. Тогда мы находим массы этих веществ. Значит, хлорида бария получилось вот столько. И его массовая доля составит 15,6 разделить на массу раствора на 300 граммов, 5,2 процента. Аналогично хлорида алюминия получили. Массовая доля будет 2,25 процента. И массовая доля воды равняться будет 100% минус процент хлорида бария, минус процент хлорида алюминия составит 92,575%. Коллеги, смотрите, поскольку был формулирован вопрос, определите массовые доли веществ, то принципиально, если я определю только массовые доли солей, мне задачу могут заполнить за полностью решенную и не зачесть. Так, значит, Наталья Геннадьевна Темника. Я секундочку вздохнула, здесь отвечу. Как обычно, стандартная процедура. Сегодня вечером издательство поместит, разместит на сайте издательства наше с вами занятие, как лекцию, вот то, что идет под запись сейчас. И туда же положат вот эту презентацию, которую я вам сейчас показываю, будет лежать эта презентация. Вы можете ее взять и по ней работать, коллеги. Ну, чтобы вот вызывать, смотреть там, каким-то образом разбираться. Четвертая задачка. Это тоже задачка этого года. Ну, во всяком случае, дети писали такую задачку. Электролиз 5% раствора нитрата бария проводили до тех пор, пока на аноде не выделилось 8,4 литра газа. К образовавшемуся раствору прилили насыщенный раствор, полученный при растворении глауберовой соли в воде. В результате массовая доля сульфата натрия в полученном растворе уменьшилась 4,5 раза. Определить растворимость безводного сульфата натрия на 100 граммов воды. Коллеги, как обычно, формализую условия задачи. Эту формулу я знаю. Потерял здесь написать, что омега натрия на 3,2 равняется 5%. И что мне надо найти растворимость натрия 2,4 на 10 молекул воды. Теперь начинаю анализировать текст. Коллеги, вычитывайте текст. Электролиз раствора нитрата бария проводили до тех пор, пока на аноде не выделился газ. Мы с вами знаем, что нитрат бария электролизу подвергаться сам не будет. А вода при электролизе разлагается с выделением водорода и кислорода. На аноде выделился садпис на 8,4 литра кислорода. Значит, это была первая обработка у нас. Вторая, вот она здесь, вторая обработка. К образовавшемуся раствору прилили раствор глауберовой соли. Значит, глауберова соль, когда я ее растворяю в воде, перестает быть кристаллогидратом. И условно в растворе присутствуют молекулы натрия 2С. Коллеги, я так и сказал, условно присутствуют молекулы, чтобы не стали мне говорить, что там диссоциация, пожалуйста. И после этого нитрат бария будет вступать в раствор с сульфатом натрия, ну, с образованием сульфата бария и нитрата натрия. Причем, вы видите, что весь нитрат бария, который был в первой реакции, вступит, ну, может вступать в эту реакцию. Он в уравнении 1 не был задействован. Третий фрагмент. Массовая доля сульфата натрия уменьшилась в 4,5 раза. Химических реакций здесь нет. Поэтому главный вопрос задачи, он у меня сформулирован. Определите растворимость сульфата натрия. Значит, главный вопрос моей задачи – это сульфат натрия. До реакции, после реакции я еще пока не до конца разобрался. Но главный вопрос – это найти сульфат натрия, который каким-то образом связан вот с этими концентрациями. Логическая связь. Сульфат натрия связан у меня с нитратом бария. Сульфат натрия связан у меня с кристаллогидратом. Кристаллогидрат связан у меня с уменьшением массовой доли. Омега-1 делить на омега-2 равно 4,5. Омега-1 – это масса сульфата натрия в первом растворе. Я ее знаю, не знаю, я знаю граммы главы первой соли. Делить на массу раствора. Омега-2 – это масса сульфата натрия после реакции. Разделить на массу раствора, который я получу после реакции. Значит, сульфата натрия после реакции будет было, минус, прореагировало. То есть, сколько его было в глауберовой соли, минус, сколько вступило в химическую реакцию по уравнению – 4. И, наконец, масса раствора сульфата натрия после реакции будет складываться. Как мы его получили? Мы взяли раствор нитрата бария, исходный раствор нитрата бария. Мы подвергали его электролизу. При этом у меня происходил электролиз воды. Можно было написать минус масса кислорода, минус масса водорода. Но, принципиально, это минус масса воды. В полученный раствор мы добавили раствор сульфата натрия. Из него выделился осадок барий-СО4. Вот это логические связи. И, наконец, количество выделившегося кислорода связано с количеством воды уравнением 2. Теперь начинаем разбирать план решения задачи. Ну, прежде всего, видите, вот сейчас написал. Найти количество вещества реагентов – это то, что мне легко сделать. Я могу найти барий-СО4, могу найти кислород, могу найти глауберову соль. Сразу могу найти. После этого найти массу воды и массу раствора барий-СО4 дважды после электролиза найти. Найти количество сульфата натрия. Найти количество прореагировавшего сульфата натрия. Найти барий-СО4 по отношению массовых долей. Найти растворимость. У меня других вариантов для расчета нет. Я повторяю, коллеги. Значит, ну, количество вещества находим по стандартной формуле. Ну, массовая доля на массу раствора. Масса вещества на малярную массу. Количество кислорода – объем газа на малярный объем. И сульфокристаллогидрата – масса кристаллогидрата на его малярную массу. По уравнению 2 я вижу, что у меня воды выделится в 2 раза больше, чем было кислорода. То есть 75 сотых моль, что составит 13,5 грамма. По уравнению 3 меня же интересует не кристаллогидрата, а сульфат натрия. Поэтому, по этому уравнению 3 я вижу, что количество сульфата равняется количеству кристаллогидрата и будет равняться 0,3 моль. Масса сульфата натрия, которую я внес в пластвор, составит 42,6 грамма. Теперь переходим на расчеты по уравнению 4. По уравнению 4. Имеется у меня сульфата натрия 0,3 моль. Прореагирует, поскольку нитрата бария была 0,1, прореагирует 0,1 моль. И останется 0,2 моль сульфата натрия, что составляет 28,4 грамма. И сульфата бария выделится в осадок 0,1 моль или 23,3 грамма. Теперь пытаемся найти растворимость. Коллеги, вот здесь принципиально не очень, в логике не очень тяжело. Тяжело очень в оформлении именно этого фрагмента. Пусть, поскольку у меня главный вопрос был определить растворимость, пусть растворимость сульфата натрия и х граммов на 100 граммов воды. Тогда я могу составить пропорцию. Мы с вами уже задачи на растворимость решали. Это было, по-моему, начало октября. И я разбирал тогда, как решаются задачи на растворимость. Вот в новой формулировке, когда мне даны насыщенные растворы какие-то. То масса вещества х граммов делить на массу. Поскольку растворимость – это граммы вещества в 100 граммах воды, то масса раствора будет составлять 100 плюс х граммов вещества. Тогда масса насыщенного раствора будет относиться 42,6 к массе этого раствора. И масса раствора составит 42,6 умножить на 100 плюс х и разделить на х граммов. Это преобразование вот этой вот дроби. Омега-1 на 3,2 и СО4, массовая доля на 3,2 и СО4 в первом растворе будет равняться х делить на массу раствора на 100 плюс х. Омега-2 во втором растворе равняется омега-1 делить на 4,5, то есть 4,5 раза меньше. То есть будет х делить на 4,5 и все это умножить на 100 плюс х. Ну и теперь собираем уравнение, коллеги. Значит х делить на 4,5 на 100 плюс х равняется масса сульфата натрия 28,4 грамма делить на массу раствора бария на 3 дважды после электролиза. Минус масса углекислого, ой, минус масса воды плюс масса добавленного раствора сульфата натрия. Минус масса сульфата бария. И вот если вы решите, вот она здесь описана, эта формула. И если мы решим эту задачку, то х будет равняться приблизительно 21,3 грамма. Мы ее обозначили на 100 граммов воды. Коллеги, задача, конечно, тяжелая. Фух, еще в состоянии переваривать. Пойдемте на пятую задачу. Пойдемте на пятую задачу. Эльмира Эльдаровна, я не знаю, наверное, есть. Когда-то, ну, я уже был тогда сравнительно взрослый, то есть уже закончил университет, закончил аспирантуру, и мне попалась книжка «Середа». Это киевское издательство, я как-то раз ее показывал. Та же все вещи школы, оно называлось, киевское. Называлось «Конкурсные задачи по химии». По-моему, вот так оно называлось. И в этой книжке, вот в этой книжке, коллеги, я почему так и рассказывал. Захну с одной стороны немножко, значит, подробно. В этой книжке для очень многих задач, для очень многих задач, предлагалось до 5-6 разных, ну, для некоторых по 5-6, для некоторых 3-4 способа, разных способов решения задач. Некоторые же этих способов, которые предлагал автор, сборник «Конкурсные задач по химии», вот так она называлась, эта книжка. И некоторые из этих задач, решения, которые предлагались, я сразу понимал объяснения, которые приводил автор, ну, понимал его позицию. На некоторые смотрел, ну, честно вам скажу, так, как я в прошлый раз о семинаре сказал, на пульсике глядят, как по фишу коза. То есть я не мог понять с первого раза и со второго раза. Это только с третьего раза добирался до окончательного понимания, объяснения, которое дает автор. Хотя все объяснения давались очень подробные, коллеги, очень-очень хорошие. Но вот после того, как я перерешал все задачи из этой книжки, ну, это естественно, что перерешал, потому что учиться решать надо, хоть уже и закончил университет, я выбрал для себя способ решения, вот такой, который предлагаю вам максимально попытаться. Этот способ решения устраивал меня и тогда, и сейчас еще продолжает устраивать по моим кондициям. Мне нравится возиться с цифрами. Понимаете? Вот задачи на смеси, поэтому если я составил систему уравнений, увидел, как ее составить, то мне это радостно. Если решать какое-то уравнение. А я смогу, может быть, некоторые задачи я смогу решить и другим способом, коллеги. Но окажется ли это проще в объяснении и проще в решении? Займет ли это меньше места в решении? Понимаете? Вот тут тоже какой-то определенный вопрос есть. Вот, например, задачи на смеси. Почему я показываю вот этот способ решения? Ну, те из вас, кто интересовались, там был такой способ решения. Пусть масса смеси 100 граммов, тогда первого вещества будет х граммов, а второго 100 минус х граммов. И я буду считать малярные массы, количество вещества, то есть буду выполнять все эти же действия, которые мы делаем сейчас, но только вместо буквы у я буду писать 100 минус х, там, деленное на малярную массу этого вещества. В конечном счете где-то, ну, минут через 5-7 возни с вычислениями, мы приходим, я приду к такому же точному, мы придем к одному и тому же уравнению, к одним и тем же расчетам. Ну, мне проще вот решать, коллеги, вот так. Поэтому я не могу вас неволить. Найдете более удобные способы решения? Ради Христа вырабатывайте их вот так вот. Коллеги, ну, сейчас Инне Геннадьевне тогда отвечу, и потом пойду решать. Вы знаете, коллега вот там проскочила, перескочила, что лучше решать до тысячных. Принципиально, когда вы, если вы решаете все до сотых, то большинство задач сходятся с ответами, которые предлагаются в тестах ЕГЭ. Вы можете считать до тысячных, ну, поскольку у вас калькулятор. Но инженерная точность расчетов, когда-то она была, до сотых. Вернее, дальше она звучала так, две значащие цифры после запятой нужно считать. Поэтому я не могу сказать. Принципиально я не знаю, что будет, если вы округлите до десятых. Ну, вот там, как. А вот это вот все, все, что позволяет нормально посчитать. Теперь смотрите, если есть ваши дети, вот там просто проскочил вопрос, зачем дети будут тратить столько времени и так дальше. Да, вы правы. И вот я уже несколько раз говорил эту цифру, но ориентировочно. Когда я проверял ЕГЭ, то получалось, что задача, она была то 45-я, то 40-я, то 39-я, то 34-я. Это задача высокого уровня сложности. Когда-то она была просто задача на смеси, потом задача на частичное разложение. Но это не принципиально, коллеги. Вот получалось примерно как. Полностью правильно решали эту задачу где-то процентов 10 детей. Может быть, даже меньше. Нет, наверное, процентов 5 все-таки детей. Процентов 10 решали эту задачу на 3 четверти. То есть допускали одну арифметическую ошибку где-то в расчетах или одну ошибку в логике допускали. То есть зарабатывали на ней 3 балла. А большинство детей, я не буду говорить о тех детях, которые пишут ЕГЭ на 40 баллов. Они за эту задачу если берутся, то там какие-то бракозябры нарисуют на листочке. Там формулы непонятные. Это бывает и такое бывало. Значит, большинство детей справляются с уравнениями реакции. Все-таки справлялись. Раньше справлялись с уравнениями реакции. Теперь я уже не могу сказать, а 3 года уже не проверяю. А и по одному из этих уравнений, как правило, производили расчет. То есть в зависимости от того, как нам давали разболовку, то они набирали 1,5-2 балла. То есть написав уравнение реакции, если он написал уравнение реакции, то он обязан получить 1 балл. А может быть получит и второй. Поэтому обрубать ребенка, то есть говорить ему нет, не берись за эту задачу, конечно нельзя, а объяснить ему, что ты должен решить эту задачу, вот в твоей задаче, реально. Если получится, ну вот понимаете, вот бывает, пошло решение, он понял, что у него получается. Все получается, получается, и он спокойно добрался до конца. Вот такое единственное, что здесь, коллеги, тоже нужно, конечно, ориентировать детей, что нужно решать те задания, в первую очередь, которые ему по силам, которые мы с вами учились. А то у меня был такой случай, когда ребенок, который прекрасно решал задачи, прекрасно решал задачи, она запуталась в каком-то органическом уравнении, то есть в предыдущем варианте, и задачу на формулу, а тогда задача на формулу была совсем простенькая, она эту задачу не решила. Я думал, что я ее убью. Я честно вам скажу так. Ну, пока я все это рассказывал в сказке, вы наверняка прочитали условия задачи на экране, и мы с вами теперь переходим к анализу условия. Смесь гексогидрата хлорида кальция, гекогидрата карбоната натрия, содержащую кристаллизационную воду, растворили в воде, и выпавший осадок отделили. Прежде всего, в этой фразе скрыто, спрятано три уравнения реакции. Первое – это превращение гидра, кристаллогидрата в соль, кристаллогидрата в безводную соль и взаимодействие между этими солями. Причем здесь очень интересное условие, коллеги, что в полученном растворе не содержалось ни ионов кальция, ни карбонат ионов. Мне это нужно будет для расчета. Второе уравнение, которое у меня здесь пошло, к полученному раствору добавили раствор хлорида алюминия. Значит, в полученном растворе, в том растворе, который у нас остался, у нас не было ни ионов кальция, ни ионов натрия. Значит, у нас там содержался только хлорид натрия. И уравнение реакции, которое я могу записать. Здесь я могу составить уравнение только реакцию диссоциации. Натрий хлор, который образовался по уравнению 3, диссоциирует. И добавленный хлорид алюминия тоже диссоциирует по уравнению 5. Главный вопрос задачи. Вычислите массовую долю хлорида алюминия, значит, найти добавленный хлорид алюминия. Устанавливаю логические связи. Хлорид алюминия у меня связан с хлорид ионами. Хлорид ионы связаны у меня с хлоридом алюминия уравнением 5 и хлоридом натрия. У меня концентрация дана хлорид ионов, поэтому это будет цифра, величина которой я должен привести свои расчеты. Хлорид ионы у меня связаны с хлоридом алюминия и с хлоридом натрия. Хлорид натрия у меня связан с хлоридом кальция И с карбонатом натрия. А они у меня связаны, хлориды, карбонаты вот эти, связаны с количеством кристаллизационной воды, которая будет присутствовать в уравнениях 1 и 2. Потому что у меня сказано, эта смесь содержала кристаллизационную воду. Вот наша с вами уравнилогическая связь. Теперь план решения задачи коллеги. Первое, что я должен установить, это установить состав смеси. Состав смеси я буду как-то устанавливать, пока еще не знаю как. Потом, зная состав смеси, найти количество хлорида натрия по уравнению 3. По уравнению 4 найти количество хлорид ионов. И по уравнению 5 найти количество хлорид ионов. Теперь находим массовую долю хлорид ионов. Это масса хлорид ионов по уравнению 4 и 5 разделить на массу этого раствора. Хлорид ионы образовались из хлорида натрия, который я найду по уравнению 4, и из добавленного хлорида алюминия, который я потом обозначу через Х. Как бы К, чему будет равна масса раствора? Это будет масса кристалла гидрата кальция, плюс масса кристаллической соды, плюс масса добавленной воды, мы ее добавили, чтобы прошла реакция, минус масса карбоната кальция, плюс масса добавленного раствора хлорида алюминия. После этого, когда я найду все остальное, я буду искать массовую долю, как массу хлорида алюминия делить на массу раствора, которую я знаю, коллеги. Теперь пытаюсь производить расчеты. В чем они? Начинаем. По уравнению 3. Так как вещества прореагировали полностью, следовательно, количество хлорида кальция в первом уравнении равно количеству карбоната натрия во втором уравнении. Тогда я могу составить вот такие уравнения. По уравнению 1 количество кристалла гидрата равняется n, и воды в этом кристалла гидрате будет 6n молей, что составляет 6n умножить на 18 грамм. По уравнению 2 количество кристалла гидрата тоже равно n. Воды в кристаллической соде будет 10n. Масса воды составит 10n умножить на 18 грамм. И получаем совершенно простенькое уравнение. 108n плюс 480n равняется 43,2. n составила 0,15 моль хлорида кальция и 0,15 моль карбоната натрия. Теперь находим второй этап решения, такой большой блочный этап. Находим массу хлорид иона. Прежде всего найду массу кристалла гидратов. Значит, по уравнению, раз я знаю, что их было 0,15 моль, то масса кальциевого кристалла гидрата 32,85 грамма. Кристаллической соды совершенно аналогично составит 42,9 грамма. По уравнению 3 количество хлорида натрия в 2 раза больше, чем, ну пусть будет кристаллической, чем карбоната натрия, составит 0,3 моль. Тогда количество хлорид ионов в 0,3 моль хлорида натрия в 0,3 моль, молярная масса хлорид ионов 35,5 граммов на моль и масса хлорид ионов, которые образовались из хлорида натрия, составит 10,65 грамма. Ну и совершенно простенько находим, сколько карбоната кальция выделилось из раствора. 0,15 моль, что составляет 0,15 умножить на молярную массу 15 граммов. Теперь переходим к третьему этапу. Переходим к третьему этапу. Значит, масса раствора, итогового раствора, будет складываться из массы хлорида кальция, массы кристаллической соды, массы добавленной воды, минус карбонат кальция, плюс добавленный раствор хлорида алюминия. Тогда это составит 401 грамм. Коллеги, обратите внимание, что поскольку я раньше не вычислял, сколько граммов воды мы добавили, я здесь написал 1 умножить на 250, потому что добавлена была вода. В миллилитрах дана вода. Омега хлорид ионов будет равняться масса хлорид ионов, то, что уже разбирали, из натрия хлор плюс из алюминий хлор, 3 делить на массу раствора. То есть 0,639,00 равняется 10,65 плюс масса хлорид ионов из хлорида алюминия разделить на 401 грамм. Мы только что их посчитали. Тогда получается, что масса хлорид ионов из хлорида алюминия, если решу это уравнение, составит 14,98 грамма, что составляет приблизительно 0,42 моль. Тогда по уравнению 5, по уравнению 5, хлорида алюминия будет одна треть от хлорида, от хлорид ионов или 0,14 моль. Масса хлорида алюминия, малярная масса умножить на количество вещества, 18,69 грамма. И массовая доля хлорида алюминия в растворе, который мы добавляли, составит 20,94 процента. Пятая задача, шестая задачка, шестой предел. Смесь пероксида и оксида бария, в котором соотношение числа атомов бария к числу атомов кислорода равно 5,9, растворили в холодном растворе серной кислоты. При этом соединение бария, прореагировая полностью, образовался нейтральный раствор. Вычислите массовую долю соли в образовавшемся растворе. Делаем, ну, уже тот анализ, который мы договорились делать. Вначале составляем уравнение реакций. Смесь пероксида и оксида бария растворили в холодной серной кислоте. Уравнение реакций, соответственно, 1 и 2. Уравнение 1 представляет из себя способ получения перекиси, один из способов получения перекиси водорода в промышленности. Второй фрагмент. Соединение бария прореагировали полностью, образовался нейтральный раствор. Из этого я делаю вывод, что серной кислоты в растворе не осталось, то есть она количественно прореагировала с этими двумя веществами. Главный вопрос задачи массовая доля воды. Дорогие, коллеги, вот это очень интересный вопрос, потому что он совершенно несложный, но необычный. Вода же в уравнении реакции у меня вроде бы напрямую не играла. Но воду почти всегда мы будем искать по остатку. Логические связи. То есть полученный раствор, который я получил, у меня не осталось ни серной кислоты, ни солей, ни оксида. Он состоит из перекиси водорода и воды. Поэтому если я найду, сколько у меня образовалось перекиси водорода, то остальные проценты будут приходиться на воду. Перекись воды, количество процентов воды, логическая связь, связан с процентом перекиси водорода. Перекись водорода связана с барий-О2 и с H2SO4. Барий-О тоже связан с H2SO4. И количество барий-О2 и барий-О связаны с вот этим страшным соотношением. Бария к кислороду как 5 к 9. Вот когда это все наметил, теперь составляю план решения. Прежде всего найти количество серной кислоты. Потом по уравнениям 1 и 2 установить состав смеси. То есть сколько у меня было в этой смеси? Барий-О2, сколько было барий-О? Главное меня интересует барий-О2. После этого найти массовую долю перекиси водорода по первому уравнению, а потом найти массовую долю воды по разности, по остатку. Значит, начинаем решать эту задачу. Количество серной кислоты, вы видите, масса чистого вещества, делим на малярную массу 1 моль. И составляем вот эту вот схемочку. Барий-О2 реагирует серной кислотой. Если из этого было Х, то в серной кислоты вступит Х, и сульфата бария тоже Х. И перекиси водорода будет Х моль. Барий-О было У, значит, У и У. Теперь переходим на расчет, значит, дальше. Пусть смеси у нас было Х моль барий-О2. И расписываю, коллеги, опять вот такое же уравнение, как я уже показывал вам. Если барий-О2 состоит из бария плюс 2О, если бария этого вещества было Х моль, то бария в нем содержалась Х моль и кислорода 2Х. Барий-О, если его было У моль, то образовался У моль бария и У моль кислорода. Тогда количество бария в барий-О равняется Х моль. Количество кислорода 2Х моль, то, что мы здесь сделали. Тогда по условию количество бария относится к количеству кислорода как 5 к 9. Бария у меня было Х плюс У, а кислорода было 2Х плюс У и равняется 5 к 9. По уравнению 1, по уравнению 1, теперь переходим, мы видим, что количество серной кислоты равно количеству перекиси. Бария составляет Х моль. По второму уравнению количество серной кислоты равняется У моль. Х плюс У равно 1. Составляем и решаем систему уравнений. Она, коллеги, в общем-то, теперь получилась здесь достаточно простенькая, эта система. Тогда У получилось 0,02 оксида бария, а Х 0,08 пероксида бария. Ну и поскольку нашли количество веществ, дальше нахожу все, что мне желательно. Масса оксида перекиси бария составит 135,2 грамма, количество на малярную массу. Оксида бария составит 30,6 грамма, и вся смесь будет иметь массу 165,8 грамма. По уравнению 1 перекиси водорода выделится 0,8 моль, что составляет 0,8 умножить на малярную массу 27,2 грамма. И, наконец, по уравнениям 1,2, а сульфат бария считаю, коллеги, поскольку в растворе не осталось ни сульфат ионов, ни катионов бария, то общее количество сульфата бария было 1 моль, как серной кислоты. Поэтому сульфата бария по двум уравнениям было столько же, сколько серной кислоты, что составляет 233 грамма. Тогда масса раствора будет составлять массу смеси твердой плюс масса раствора серной кислоты минус масса раствора бария 422,8 грамма. И массовая доля перекиси водорода составит 6,43%. Тогда массовая доля воды будет по остатку 93,57%, коллеги. Последняя задача. Я не думал, что я до нее заживу. Я думал, что вы будете больше вопросов задавать. Но, наверное, вы настолько ошарашены, коллеги, этими задачами. Они действительно очень сложные, коллеги. Если вы пытались их решать, тогда, конечно, воспринимаете сейчас уже легче. А если смотрите первый раз, то мне вас даже не жалко. Так. Значит, эта задача, по-моему, тоже прошлого года. Прошлого года задача. Чем она мне понравилась? Потому что здесь речь идет о фосфате лития. Смесь оксида лития, нитридолития с массовой долей атомов лития 56% растворили в соляной кислоте. Причем все прореагировало полностью. В раствор добавили фосфат натрия. Определить массовую долю хлорида натрия в полученном растворе. Значит, начинаем составлять уравнение реакции. Смесь оксида лития реагирует соляной кислотой с образованием хлорида алюминия и воды. Нитрид лития при взаимодействии с соляной кислотой образует хлорид лития тоже и хлорид аммония. Уравнение 2. Теперь третье уравнение. Вторая обработка. Образовавшемуся распору добавили фосфат натрия. Можно было написать уравнение 3А и 3Б. То есть порознь расписать два этих уравнения. А можно было написать суммарное уравнение. 3 литий хлориагирует с натрия 3ПО4 с образованием нерастворимого фосфата лития и хлорида натрия, коллеги. Теперь ищем главный вопрос задачи. Главный вопрос задачи – количество хлорида натрия. Логическая связь. Хлорид натрия связан у меня с количеством хлорида лития и фосфата натрия. Хлорид лития связан с количеством литий-2О и литий-3Н. А количество литий-2О и литий-3Н связано с количеством аш-хлор и массовой долей азота. Вот то, что у меня, какие просматриваются связи. Тогда план решения задачи, коллеги, будет следующий. Но прежде всего найти количество вещества реагент. Потом найти состав смеси по уравнениям 1 и 2. Общее количество хлорида алюминия. По уравнению 3 найти количество хлорида натрия. Потом найти его массовую долю. Причем масса раствора хлорида натрия будет складываться из массы смеси. То есть литий-2О плюс литий-3Н. Плюс раствор хлорида алюминия. Плюс раствор фосфата натрия. Минус растворимый литий-3ПО4. Начинаем решать. Ну количество вещества реагентов стандартно находится. Это комментировать неинтересно. Теперь начинаем работать со смесью. Пусть в смеси было х моль первого вещества, у моль второго. Тогда в этой смеси у меня будет, в литий-2О будет 2х моль лития, что составляет 14х граммов. А масса литий-2О составит 30х граммов. В литий-3Н у меня содержится 3 атома лития. То есть его будет 3у моль. И масса этого лития составит 21у граммов. Масса литий-3Н составляет 35у. И теперь массовая доля лития. Это масса лития. То есть 14х плюс 21у. Разделить на массу смеси. 30х граммов литий-2О и 35у граммов литий-3Н. И равняется 0,56. Вот первое уравнение. Второе уравнение системы мы получим по соляной. В кислоте. Коллеги, здесь я уже, видите, максимально упростился. По-моему, сейчас я посмотрю. Да. И на шпаргалке уже максимально упростился. Если я вот расписал так, как показывал сегодня. Литий-2О было х. То соляно-хлороводорода прореагировало 2х. Если здесь было у, то здесь у, 4у. То тогда 2х плюс 4у равняется 2. И литий-хлор образуется 2х плюс 3у. Тогда у меня первая система уравнений будет по массовой доле азота. И вторая по количеству соляной кислоты. У равняется 4 десятых моль нитрида и 2 десятых моль оксида лития. Общее количество литий-хлор. По уравнению 1 литий-хлор в 2 раза больше, чем оксида 4 десятка. По уравнению 2 литий-хлор в 3 раза больше, это 0,4 умножить на 3, составит 1,2 моль. И общее количество 1,6 моль. Ну и теперь дальше совершенно простенький, коллеги, расчет. Нужно проверить избыток недостаток по уравнению 3. Имеется хлорида лития 1,6, прореагирует его 1,5 моль и останется 1,1 моль. Тогда хлорида натрия будет тоже 1,5 моль. Его масса составит 87,75 грамма. И фосфата лития образуется 0,5 моль и его масса составит 58 граммов. Что составит у меня теперь? Масса раствора и массовая доля хлорида натрия в смеси, коллеги. Фух, если есть вопросы, коллеги, пожалуйста. А да, про промокод забыл сказать. Значит, по промокоду неорганика2 вы можете до 16-го числа, до 16-го, да, заказать наше пособие. Пожалуйста, коллеги, вопросы, если они есть. Владимир Николаевич, большое вам спасибо. Вы сегодня прям траншею выкопали. Так, я знаю, так, как сказала Валентина Александровна. Если твои слушатели к тебе еще раз придут, то, значит, им нужно дать звание героев, что они это перетерпели. Спасибо вам большое, Владимир Николаевич, за большую интересную подборку задач. Есть вопрос такой. Посоветуйте, пожалуйста, округлять промежуточные значения до сотых долей. Следует ли это делать или оставлять на калькуляторе неокругленный результат, если дальше считать? Нет, коллеги, нет. Оставлять весь калькулятор вы не можете, потому что вы все равно потом будете проводить округление. Вот то реально, сколько задач мы решали, вот то, что предлагается на ЕГЭ, там всякие много других задач, практически всегда две значащие цифры после запятой, ну, скажем так, до сотых, до сотых, иногда до тысячных. Ну, вот, например, 0,375. Я не знаю, как мне округлить 0,375 тысячных. Я буду вести весь расчет в этой задаче до тысячных. А потом только один раз округлю уже последний результат. Ну, приводить полный калькулятор цифр, это, ну, не очень красиво получается. И в конечном счете, если вы начинаете так делать, то иногда ответы очень отмечаются от тех, которые вам предложили. Вот так вот, коллеги. Владимир Николаевич, может быть, слышали, приняли проект, что ЕГЭ по химии будет 3 часа по продолжительности? Ну, сейчас 3.15, я не знаю. Какое это имеет значение, коллеги? Коллеги, вы знаете, ну, тут тоже вот тот опыт, который есть у Валентины Александровны, у меня, у Александра Бегоревна Бережной. Вот наш опыт. Те дети, которые пишут ЕГЭ на 90-100 баллов, ну, скажем так, от 85 до 100, они заканчивают свою работу часа через полтора максимум. Поэтому что 3.5 часа, что 3.15, до них безразлично, они уже дома. А если ребенок пишет ЕГЭ на 45 баллов, то ему хоть 3 часа, хоть 3.5, все равно будет 45. Коллеги, может быть, тем более, что от усталости, когда человек устает, у него работоспособность не увеличивается. Ну, и одну же задачу все-таки убрали, одно задание сняли из ЕГЭ. И задания в первой части работы, ну, скажем так, коллеги, ну, 100% обменяемые. 100% они, задачи-то, хоть и тяжелые, но в добрый час сказать, пока их удается решать. Коллеги, значит, я теперь хочу, коллеги, всех вас поздравить с наступающим Новым Годом. Надеяться, что удастся нам выпутаться из ковида 1, из ковида 2, сдать ЕГЭ 3 и благополучно-благополучно жить дальше всем вам. Всем вам всего доброго, коллеги. До свидания. Ну что ж, уважаемые участники, наш субтитры,